Не в 1967 году, когда только задумывался Range Rover, не в 1970, когда он появился в серии, никому не приходило в голову, что такому элегантному и спортивному автомобилю понадобится дизель. И только в 1986 году этот автомобиль получил дизельный двигатель. Это был итальянский 2,4 литра, не самый мощный, не самый быстрый, хотя именно с ним Range Rover установил мировой рекорд скорости, 24-часовой рекорд скорости для внедорожников. И вот в 2010-м, наконец, появился дизельный мотор, который достоин Range Rover. И мы можем сказать, здравствуйте, сегодня на нашем тесте Range Rover дизель 4,4. Длина автомобиля составляет без малого 5 метров. Ширина 2 метра 21 сантиметр. Высота 1,86 метра. Колесная база 2 метра 88 сантиметров. Снаряженная масса 2780 килограммов. Дорожный просвет составляет внушительные 23 сантиметра. Рабочий объем двигателя 4367 кубических сантиметров. Мощность 313 лошадиных сил при 4000 оборотах в минуту. Крутящий момент 700 ньютон метров при 1800 оборотах в минуту. Трансмиссия 8-ступенчатый автомат. Средний расход топлива составляет 9,4 литра на 100 километров. Разгон до 100 километров в час занимает 7,8 секунды. Максимальная скорость 210 километров в час. Базовая цена автомобиля 3 миллиона 934 тысячи рублей. Рестайлинг, который произошел в прошлом году, практически не отразился на внешнем облике рейндж-ровер. Остался прежним незабываемый силуэт, так называемой лодочкой, с покатой верхней и нижней линии. Вот эта вот каретность с большими окнами. Очень нюансные стоечки, которые покрашены в темный цвет и делающие облик воздушным. Все это осталось таким же, как и было. Таким же, как и было даже в первом рейндж-ровере. Изменились детали. Новые решетки воздухозаборников двигателя. Новая фальш-решетка радиатора, которая, не знаю почему, но носит собственное имя Юпитер. Новые световые блоки со светодиодами. Даже новая надпись более крупными буквами. Несколько больше нового мы находим в салоне. Что касается отделки материалов, тут все, конечно же, на высшем уровне. Из новых деталей. Прежде всего, это селектор коробки, который очень забавно убирается и выезжает из своего гнезда. Привет от Ягуар. Точно такой же селектор стоит на Ягуаре. Новые клавиши управления системой Train Response. Их специально сделали такими, чтобы не путать рукоятку коробки и рукоятку Train Response. Новое оформление панели приборов. Чуть-чуть она изменилась. Новый руль. Появился хард-диск для навигационной системы. Здесь 10-канальный звук от Harman Kardon. Подрулевые переключатели на Range Rover появились. Раньше их не было, они были привилегии только Range Rover Sport. С 2010 года на Range Rover устанавливают 5 камер обзора. Две впереди, одна сзади и две в зеркала встроены. В зеркала встроены также и датчики активной безопасности. Новая опция, следящая за слепыми зонами по бокам автомобиля. Range Rover не зря называют королевским автомобилем. Сзади на королевском месте справа шикарно. Ну и здесь появились новые возможности. Можно, скажем, отодвинуть переднее сидение, чтобы было удобнее сидеть и удобнее выходить. Можно подрегулировать спинку по наклону. Можно воспользоваться не только подстаканниками, но и новым пультом для управления задними развлекательными системами. Здесь, естественно, есть подогрев, вентиляция, климат и даже прикуриватель. Это не самая модная нынче опция. Настоящая гордость этого Range Rover – новый дизель. Шедевр современного двигательного строения. V-образный, восьмицилиндровый, объемом 4,4 литра. Мощность его 313 лошадиных сил. Крутящий момент 700 ньютон-метров. Один цилиндр этого мотора развивает больше тяги, чем двигатель, который стоял на прототипе первого Land Rover. Подумайте, только один цилиндр. Этот двигатель немножко больше, чем предыдущий 3,6 литра. Он выше. Но из-за очень разумной компоноски агрегатов не пришлось делать горф, как на Defender. Почти все, что нужно для работы этого мотора, расположено в развале блока. Даже масляный фильтр. Представляете? Фильтр можно открутить сверху. Здесь применена битурботехнология. То есть на каждый блок цилиндров две турбины. Одна маленькая, другая очень маленькая. За счет того, что они небольшие, практически нет потерь на инерцию. Двигатель тянет с самого низа. Практически с полутора тысячи оборотов он развивает 90% крутящего момента. Учитывая, что к нему пристыкована восьмиступенчатая коробка, ходовые качества рейндж-ровера улучшились, ну, я бы сказал, на порядок. Только разгон уменьшился на полторы секунды. Для такой тяжелой машины это значимый результат. И сейчас мы поедем и проверим, насколько хорош новый рейндж-ровер на дороге. Сев за руль рейндж-ровера, сразу вспоминаешь о том, что понятие «command position» придумали парни из лендровера. Сидишь высоко, смотришь далеко. Посадка не вертикальная, не автобусная. Вот нет такого ощущения, что ты сидишь на табуретке, у тебя плоский ровпиктор. Меня немного настораживал сперва новый селектор автоматической трансмиссии в виде шайбы. Опасения были в основном связаны с тем, успею ли я быстро переключиться, скажем, с движения вперед на реверс, ну, при развороте где-нибудь на дороге, когда нужно это сделать быстро. Опыт показал, что можно совершенно спокойно переключаться, никаких проблем алгоритм не вызывает, привыкаешь быстро. Сама трансмиссия здесь совершенно новая. Тут стоит восьмиступенчатый автомат производства Zutdeutsche Fabrik ZF. Отличается эта коробка от предыдущей тем, что вся ее работа направлена на экономию и экологию, если можно так выразиться. Например, время переключения снижено до 200 миллисекунд. Сами переключения происходят в тот момент, когда обороты двигателя и обороты крыльчатки гидротрансформатора одинаковы. Таким образом, процедура перехода с одной передачи на другую вообще незаметна. Машина едет как на вариаторе. При этом передаточные числа сближены, и переход с одной передачи на другую, особенно при разбонах, при каких-то изменениях вектора тяги, происходит практически незаметно. Трансмиссия способна подстраиваться под манеру вождения конкретного водителя. Контролируя положение рулевого колеса и нажатие педали газа или тормоза, соответственно, коробка может переключиться вниз или вверх, чтобы обеспечить лучшую траекторию, лучшую стабильность движения. У селектора коробки пять положений. Четыре стандартных плюс спорт, он же Command Shift. Под рулем есть переключатели лепестковые, которые позволяют вот в этом режиме Command Shift перебирать передачи вручную. А вот в городе реализована интересная функция отключения, полное отключение трансмиссии от двигателя, если автомобиль остановился. Скажем, перед светофором машина стоит, работает как бы на холостых оборотах, и двигатель не крутит коробку, что тоже позволяет экономить топливо. А для уверенного движения и по бездорожью, и по сложному рельефу на дороге существует возможность заблокировать гидротрансформатор. Притом, вот сама эта блокировка, она происходит не по линейному графику, а в зависимости от той, какая нагрузка, какая передача, какая скорость, соответственно, какой-то дифферент или крен самого автомобиля. все просчитывается, огромное количество датчиков, все это учитывается, чтобы подобрать оптимально тягу двигателя, передачное число коробки, в которой в каждый момент времени, по заявлению производителя, загнуты только два фрикциона, потери минимальные, и, соответственно, обеспечить оптимальную тягу на колеса. Кстати, интересно будет посчитать, сколько же примерно получает, ну или не примерно, может быть, получится посчитать точно, сколько ньютон-метров попадает на каждое колесо. Вот сейчас мы подъезжаем уже к нашему внедорожному полигону, остановимся и посчитаем. Ну что же, давайте посчитаем тягу на колесе. У нас 700 ньютон-метров в крутящий момент умножаем на 3, это первая передача коробки, умножаем на 3, это понижающая, еще на 3, это главная пара, делим на 4 колеса, плюс-минус 4000 ньютон-метров на одно колесо. 4000 ньютон-метров – это 400 килограмм. Чтобы наша езда по бездорожью была без проблем, сразу же включаем понижающую передачу через нейтраль коробки. Поскольку у нас включен режим скользкого покрытия, подвеска приподнимается в оффроудный уровень. Теперь Command Shift. Пристегиваемся, конечно. Коробка выбирает вторую передачу. Это понятно, скользкое покрытие. Здесь рыхлый снег, поэтому я включу систему динамической стабилизации, чтобы она не помешала нам реализовать всю мощь мотора. И старт. В режиме скользкого покрытия Телент Респонс практически не дает, конечно, пробуксовывать. Они сразу же начинают погрызаться в снег. И вот мы вполне успешно выбрались. Ну, там не очень глубоко, конечно, было, но так. С некоторым затруднением выполнил. У рейндж-ровер на уффроудном уровне подвески ход отбоя, так и ход сжатия есть. И он достаточен, чтобы ехать по довольно неровной дороге комфортно. Так, автоматически включилась система спуска с холма. А здесь Трэйн Респонс дополнена еще одной функцией. Это удержанием скорости при движении вниз по склону. Она работает как на пониженной уффроудных режимах, так и на прямой передаче. Позволяем автомобилю двигаться вниз по склону без разгона. А сейчас подъем. Очень удобно, опять-таки, лепестками добавить. Вторую передачу включить и с небольшим ходиком постараться забраться на рейндж. Но у нас это не получается. Мы забуксовали. Все-таки глубокий снег. Не так просто это сделать. Что же, попробуем. Чуть откатиться назад. Выберем не вторую, а третью передачу. И здесь есть система помощи старта на подъем. Но она работает, по себе это скажу, и тогда, когда мы стоим практически ровно. Красный пол. Небольшой разгончик. Успешно берем этот довольно крутой, должен сказать, подъем. И вот здесь, на самой верхней точке полигона, стоя по колено в снегу, я должен сделать простой вывод. Да, рейнджеровер по-прежнему царь горы. Он не сдает свои позиции. И мы надеемся, что и в будущем не сдаст. Продолжение следует.